Добрый вечер! Это новости на телеканале Хабар. В студии работает Надежда Полинка, сурдоперевод Хасана Исраилова. И мы начинаем выпуск. И начнем с новостей за Хорде. Президент принял председателя Можелиса парламента Ерлан Кошанов. Рассказал, что с начала сессии депутаты рассмотрели и направили в Сенат 35 законов. Сейчас в работе находится 69 законопроектов, в частности по поручению главы государства. Депутаты активно участвуют в разработке бюджетного кодекса и занимаются проектами по снижению закредитованности населения. Спикер Можелиса также отметил, что депутаты начали поездки по регионам, где проводят встречи с избирателями и контролируют исполнение президентских поручений. Глава государства положительно оценил работу Можелиса. В ушедшем году он также подчеркнул необходимость принятия законов, нацеленных на реализацию основных мер курса на социально-экономические преобразования в стране. Казахстан вошел в топ-10 стран по объему иностранных инвестиций. Аналитики FDI Intelligence провели исследование инвестиционной привлекательности государства Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы. В нем выделяются страны, которые вступают в Новый год с сильными макроэкономическими показателями и динамикой прямых иностранных инвестиций. Ратмир Аубакир продолжит тему. В минувшем году, как отметили аналитики издания, наиболее яркие результаты в сфере привлечения иностранных инвестиций показали азиатские страны. В топ-10 их сразу пять. Лидирует Камбоджа, следом за ней идут Филиппины, Кения и Ирак. Казахстан занимает шестое место, расположившись между Намибией и Азербайджаном. Также, согласно рейтингу, рост ВВП на этот год в нашей стране составит чуть больше 4%, а инфляция будет держаться на уровне 9%. Если сравнивать со странами постсоветского пространства, то Казахстан среди них по показателю инвестиционной привлекательности занимает лидирующую позицию с долей в 61%. Согласно информации, предоставленной Комитетом по инвестициям МИДа Республики, в прошлом году было заключено 59 контрактов с общим объемом инвестиций в 602 миллиарда тенге. За 9 месяцев, по последним данным Национального банка, мы привлекли 19,7 миллиардов долларов. Также, если посмотреть именно чистый приток прямых иностранных инвестиций за первые полгода 2023 года, мы привлекли 4,1 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций. Это по сравнению с соответствующим периодом, мы увидим 80% роста. По данным Национального банка, за последние 5 лет Казахстан ежегодно привлекал больше 20 миллиардов долларов инвестиций. Несмотря на пандемию, в 2020 году их приток в страну составил свыше 17 миллиардов долларов США. Для сравнения, Узбекистан в том же году освоил чуть больше 11 миллиардов. Преимуществом нашей страны для инвесторов, по мнению экспертов, является удобное географическое расположение. И стабильность политической ситуации. В финансовом центре Астаны работает по британскому праву. Это также дает возможность для зарубежных компаний вливать свои инвестиции в Казахстан. Привлекательна для них наша страна и тем, что здесь создаются хорошие условия в сфере налогообложения. К примеру, Германия вложила в нашу экономику порядка 6 миллиардов долларов. Отметю, что 90% инвестиций из ФРГ приходится на несырьевой сектор. Большой интерес для немецкого бизнеса представляют сфера сельского хозяйства, логистика и транспорт. Также зарубежные компании заинтересованы сотрудничать в возобновляемой энергетике и машиностроении. При этом черная и цветная металлургия, горнорудная отрасль, нефтехимия, нефтепереработка и агропромышленность все еще остаются привлекательными секторами экономики. Многие наши предприниматели планируют новые проекты и, смотря в будущее, они интересуются развивающимся рынком Казахстана. Ваша страна находится в фокусе внимания и можно однозначно сказать, что интерес Казахстану очень большой. Я вижу огромный потенциал в нашей совместной работе. Я считаю, что перед нами открываются новые возможности и важно их использовать. Наши инвесторы заинтересованы работать с Казахстаном. К примеру, члены нашего союза планируют вскоре посетить Казахстан для переговоров. В эту делегацию войдут представители малого и среднего бизнеса. Больше всего нас интересует горнодобывающий сектор, возобновляемая энергетика, машиностроение и сельское хозяйство. Вместе с моими коллегами мы уже 8 лет обеспечиваем водой сельскую местность и 5 лет плодотворно работаем в сфере горнодобывающей промышленности. Благоприятная бизнес-среда оказала положительное влияние и побудила нас остаться в Казахстане. Мы намерены упорно трудиться для достижения социальных и экономических успехов, внедряя рациональные инновационные методы. В разрезе регионов Казахстана наибольшая доля действующих инвест-контрактов приходится на Астану, Алматы и Акмолинскую область. На эти три региона приходится почти 50% всех договоров. Также в числе лидеров Алматинская, Жамбылская, Карагандинская и Мангосталской области. Ратмироубакир, Хабар. В этом году в Министерстве внутренних дел появится новое специализированное подразделение по борьбе с семейно-бытовым насилием. Причем для работы в нем будет привлечено максимальное количество женщин сотрудников правоохранительных органов. А еще по стране увеличится количество кризисных центров. Внедрят политику социально-психологической коррекции в профилактику преступлений и правонарушений, связанных с насилием в семейно-бытовой сфере. В недавнем интервью изданию «Егемен Казахстан» президент Хасамжомар Токаев обозначил личную позицию в отношении домашних тиранов. Моя коллега Батагос Айджанова выясняла, сколько звонков ежегодно поступают в полицию по фактам бытового насилия. Проблема бытового насилия из года в год остается болевой точкой нашего общества. Ежегодно в стране от рук домашних тиранов умирают не менее 80 женщин. Около 150 получают серьезные ранения, 200 средней степени тяжести и более 4000 легкие ранения. Почти по 300 заявлений поступают в полицию ежедневно. И это только официальные цифры. Волну гнева у населения, а скорее больше у казахстанских женщин, вызвал один из последних резонансных случаев – убийство женщины своим мужем, бывшим высокопоставленным чиновником. В интервью газете «Егемен Казахстан» президенты прямо спросили, какого мнения придерживается лично он. Я выступаю за укрепление принципа закон и порядок, поэтому хочу четко и однозначно заявить, поддерживаю ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие. Независимо от того, соответствует ли указанная петиция требованиям закона, представленное в ней мнение граждан обязательно будет учтено. В этом сомнений быть не может. Отметим, что после этого резонансного преступления в сети стала набирать подписи неофициальная петиция об ужесточении наказания за насилие в отношении женщин и детей в семейно-бытовой сфере. Глава государства подчеркнул, что любые законодательные изменения станут неэффективны, если в обществе не будет полного неприятия нулевой терпимости к любым подобным формам агрессии. Согласитесь, выглядит странно, когда люди с одной стороны требуют ужесточения наказания за насилие, а с другой восхищаются романтикой криминального мира, возводят в кумиры героев кинокартин, попирающих законы или даже реальных преступников. С мнением президента солидарны и в парламенте. Моё мнение. Большая часть общества относится к этому негативно. Но одно дело относиться к этому негативно у себя на кухне, а другое дело это проявлять и вовне, так сказать, через воспитание, через воздействие, через реакцию, через благосферу и так далее, и так далее. Вот над этим ещё нужно работать. С законами это не пропишут. Это нужно поднимать вот это вот общественное давление. Ожидается, что уже в этом году депутаты Мажелиса рассмотрят и примут новый закон, в котором будут прописаны меры по противодействию семейно-бытовому насилию. Я думаю, что сейчас государство сделало свой первый шаг по позиционированию государства, которое полностью нетерпимо относится к любым формам насилия. И это очень важно. То есть теперь люди понимают, что любые проявления насилия, в том числе в семейно-бытовой сфере, они будут жестоко наказываться, во-первых. И во-вторых, люди начнут понимать, что у нас есть конкретные четкие рамки, за которых мы не должны переступать. Юристы говорят, перевод статьи из административного кодекса в уголовный станет важным шагом на пути к исцелению общества от ран и синяков, которые не скроешь тональным кремом. Тем временем в Казахстане рассматривают возможность исключения и примирения сторон по делам, связанным с физическим насилием и жестоким обращением в отношения несовершеннолетних. В планах также криминализовать легкие виды побоев. Председатель Сената парламента Маулен Ашимбаев посетил Атыраусскую область. Он провел встречи с молодежью, депутатами маслехатов, общественностью и ахсахалами региона. Спикер Сената акцентировал внимание на задачах, поставленных президентом страны в недавнем интервью газете «Егемен Казахстан», что для защиты интересов нации Казахстан продолжит взвешенную прагматичную внешнюю политику. Маулен Ашимбаев обратил внимание на политические и экономические стратегии развития республики. Президент Казахстана Касымжомарт Кемелевич Токаев в интервью газете «Егемен Казахстан» отметил, что демократические реформы носят не только системный, но и фундаментальный характер. В целом, в прошлом году начал работу Конституционный суд, высший орган, гарантирующий защиту конституционных прав наших граждан. Впервые наши граждане напрямую избрали акимов районов и городов областного значения. Надеемся, что эти и другие достижения и инициативы послужат прочной основой для достижения высоких показателей и в этом году. С 1 января в Казахстане действует новая социальная выплата для работников вредных профессий. В Карагандинской области на нее могут претендовать свыше 5,5 тысяч человек. С начала года этой льготы уже воспользовались 30 жителей промышленного региона. Марина Золотарева выясняла, как поменять неблагоприятные условия труда на более легкие. Юрий Пономарев почти четверть века трудится на металлургическом комбинате города Темиртау. Он резчик холодного металла. Это одна из самых травмоопасных профессий. Специалист работает с острыми режущими инструментами и постоянно находится под воздействием высоких температур. Юрий решил воспользоваться новой соцвыплатой и досрочно сменить вредные условия труда на более легкие. Зная размеры средней пенсии металлурга, понял, что условия выгодные. 1180, ну под 200, скажем так. А тут у меня будет чуть больше. До достижения 63-х лет это обязательно. Выгодно очень. Если у кого есть выбор, я поддерживаю это. Специальную социальную выплату можно получить 55, при условии, что на протяжении 7 лет на работника поступали профессиональные пенсионные отчисления. Эта льгота действует до тех пор, пока получатель соцвыплаты не достигнет пенсионного возраста. При этом он сохраняет за собой право работать и дальше, только на более легких условиях. Процедура простая. Специалисту вредной профессии надо лишь расторгнуть трудовой договор. Данное расторжение трудового договора регистрируется на сайте МБКЗ, после чего гражданину приходит смс на его мобильный телефон с вопросом, согласен ли он получить данную выплату. Если он согласен, тогда в автоматизированном режиме выплата со всех источников, из четырех источников будет начисляться на его банковскую карту. Если учитывать, что пенсионный возраст 63 года, это получать дополнительные выплаты в 55 лет, это очень выгодно. Сумма соцвыплат зависит от зарплаты и стажа. По предварительным подсчетам, в этом году размер средней социальной выплаты превысит 208 тысяч тенге. К слову, соцвыплаты положены не только шахтерам и металлургам, но и энергетикам, химикам, рентгенологам. Всего в Казахстане насчитывается более 2000 вредных профессий. Марина Золотарева, Сайрана Камбаев, Зарина Звупыхар, Карганинская область, Хабар. Жители почти 40 сел в Акмолинской области жалуются на постоянные перебои с электричеством. Как оказалось, в южной части Зелендинского района электросети почти на 90% изношены. Особенно трудно приходится сельчанам последние месяцы. Из-за метели и морозов они были вынуждены оставаться без света по несколько дней. С такими проблемами они сталкиваются не первый год, все беды из-за устаревших линий электропередач, говорят сельчане. Линии находятся на балансе частной компании, которая вот уже несколько лет не ремонтирует электросети. Поэтому на территории района еще в 2021 году объявили режим чрезвычайной ситуации местного масштаба. За счет этого Акимат выделил деньги из резерва для устранения аварий. С нами были заключены договора с двумя аварийными бригадами, с двумя компаниями. Эти две компании, ввиду того, что был большой объем работ, они не справлялись. В 2023 году мы также заключили договор с третьей компанией, которая на данный момент устраняет все те аварийные ситуации, которые возникают на данных электроверениях. Как-то передать ее в руки каких-то других компаний не представляется возможным, ввиду того, что сейчас у нас идут сюда непосредственно собственникам данных линий. Проекты в формате программы «Тариф взамен на инвестиции» представили коммунальные предприятия Восточно-Казахстанской области на общественных слушаниях. Представители Усть-Каменогорских тепловых сетей рассчитывают на рост потребительских тарифов в пределах 24%. В ридере расценки за теплоснабжение планируют увеличить на 11%. За счет дополнительных инвестиций в областном центре намечена модернизация котельной в пригородном селе Ахмирово. Ремонт семи участков теплопроводов почти со стопроцентным износом запланирован в самом городе. Среди ключевых доводов и острая необходимость повышения зарплаты энергетиков. В прошлом году теплоснабжающие организации Усть-Каменогорска покинули больше 80 специалистов. Усть-Каменогорская ТЭЦ, Усть-Каменогорские тепловые сети и ИП Рябинина планируют привлечь новые дополнительные инвестиции на сумму 2,8 миллиардов тенге. Эти инвестиции будут привлекаться на капитальные ремонты котла-агрегатов, тепловых сетей. В случае нарушения составленных субъектов обязанностей применяются меры по утверждению временно компенсирующих тарифов. Это была вся информация к данному часу. Напомню, что наши новости доступны на официальном YouTube-канале, а также в социальных сетях Facebook и Instagram. А прямо сейчас смотрите новости на казахском языке. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok